Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 июля. Так как в огороде очень много работы, я сейчас буду меньше выкладывать видео, таких просто разговорных, только по самым-самым важным и срочным темам. Вот паутинный клещ, это головная боль почти всех садоводов и огородников. Он не очень разборчив, и когда нападает паутинный клещ, он может уничтожить все посадки очень-очень быстро. Я вам сейчас расскажу о нем и покажу. Вот как раз предоставилась возможность показать новичкам, как выглядят томаты, на которые напал паутинный клещ. Видите, все оплел паутиной? Как я уже сказала, он не очень разборчив. Может напасть на огурцы. Паутинный клещ, это бич огурцов, гроза. Может напасть на перцы, может напасть на томаты. Он может из-за своей... Ой, извините, кошка пробежала. Из-за своей вот такой легковесности, из-за того, что он маленький и легонький, он может переноситься ветром даже с соседних участков. Паутинный клещ может упасть вам буквально с неба, то есть с какой-то яблами, с какой-то груши, где он хотел там укорениться, оплестись. Ветер подул, пожалуйста, вот он на томатах. Не так давно я высадила вот эти карликовые томаты, сегодня начала, ну, посынковала, ходила большие и увидела, что на малышей уже напал паутинный клещ. Это значит, что сейчас распространяясь, он может занять все томаты у меня и будет очень плохо. Вот сейчас я вам покажу, как выглядят листья, поврежденные паутинным клещом, как с ним бороться и все-все о нем. Вот я сказала, что он может прилететь, может у вас его не быть, например, ни в прошлом, ни в позапрошлом году. Ветром, вот сейчас у нас ветер, видите, такой ветерок, все колышется у меня. Вот таким ветром придуло какого-то клеща. Пока что у меня один очаг, остальные все помидоры не заражены. Он оплетает паутиной, он повреждает листья и происходит вот такое пятнистое увядание. Видите, вот я специально оторвала один лист. Вот такой лист, если точками, крапинками начинает желтеть, это уже точно. Паутинный клещ. Мозаичное поражение листовой пластины. Вот видите, она, сейчас покажу. Вот нижний лист, вот эти вот листья уже, все, они поражаются сначала точками, точками, потом весь лист превращается вот в такой. Они сок выпивают из него, и он благополучно засыхает. Растение слабеет и может даже окончательно погибнуть. Поэтому он может уничтожить посадки, если с ним не бороться. Обязательно нужно обрабатывать и обрабатывать срочно, как только увидели. Не обязательно самого клеща выискивать. Ну вот уже видно, видите, весь кустик тщательно оплетен паутиной. Значит, они здесь обосновались, они нашли себе вкусную кормушку, и они сейчас будут высасывать соки с этого томата до конца. Потом осыпятся и помидорки. Так, все, чем обрабатывать? То же самое, как я рассказывала про перцы. Акорицидными препаратами. Чем попало, паутинного клеща не возьмешь. То же самое. Фитоверм. Вот это безвредный он биологический препарат, который можно даже за несколько дней до сбора урожая. Кроме фитоверма есть всякий барьер, заслон, агровертин. Даже карбофосом можно обработать, если у вас ранние, если еще томаты вы не употребляете. Карбофос тоже прекрасное средство. Убьет сразу и муравьев, и паутинных клещей. Доза у каждого препарата, я не буду удлинять видеоролик, все написано на инструкции. Но есть народные средства, кто не хочет вот этой химией травить свои посадки, есть народные средства. Опрыскивают мыльным раствором. И я даже слышала, некоторые опрыскивают раствором кошачьи капли от блох. Вот в зоомагазинах продаются кошачьи капли от блох. 3-5 капель говорят, что достаточно на ведро воды обработать все посадки, и они, как сродни, вероятно, этим блохам кошачьим, все паутинные клещи погибают. Все, вот этот видеоролик для тех, кого вдруг постигнет такая беда, нападет паутинный клещ, как он выглядит, что с ним делать, обязательно нужно обрабатывать. Сам он не уйдет, он не умрет, и ничего с ним не случится, он будет дальше и больше распространиться по всему огороду. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это видеоролик на тему паутинный клещ на томатах.